Здравствуйте, уважаемые зрители Прайм ТВ, с вами Резван Гусейнов и мы подводим итоги очередной уходящей недели. Ну, наиболее, скажем так, интересной информацией стало то, что сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках своего визита на север Армении в Тавужский район, или как мы его называем Тауз-Галинский район, на границе Армении и Азербайджана, в те самые анклавные села, которые оккупированы армянской стороной с 1991 года, и где, откуда изгнано азербайджанское население, и здесь незаконно заселились граждане Армении. В том числе сюда заселились и некоторые карабахские армяне, покинувшие территорию Азербайджана в 2023 году. Что было в этом важно? Во-первых, надо отметить, что сам Никол Пашинян, надо это отметить, еще год назад неоднократно говорил, что 86 600 километров азербайджанской территории сюда входят в том числе эти села. То есть 8 сел, при этом он, конечно, исключал село Кярки, о нем не говорил, но понятно, что и это село тоже входит в этот состав. То есть те села, которые должны быть возвращены Азербайджану и являются его суверенной территорией. Но этот процесс, по всей видимости, будет идти поэтапно. И буквально недавно была встреча, очередная встреча совместной комиссии по дельмитации, демаркации границы Азербайджана-Армянской комиссии, двухсторонней. И уже в рамках этой очередной встречи, по всей видимости, было принято решение, армянская сторона одобрила, что наступил момент, когда нужно постепенно освободить эти села и вернуть их в состав Азербайджана. И это послужит хорошим подспорьем для ускорения разработки мирного документа, который лежит в основу устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. При этом армянская сторона убедительно просит, иногда требует, если мониторить армянских экспертов, политологов, армянские СМИ, они хотят, чтобы Азербайджан, тоже азербайджанская сторона на официальном уровне, тоже сказала или повторила площадь территории Армении. То есть, если премьер-министр Армении назвал площадь территории Азербайджана, по мнению армянской стороны, было бы очень уместно, если бы и азербайджанская сторона на политическом уровне заявила об этом, назвала бы площадь территории Армении, обозначила бы ее, то есть, какой Азербайджан видит площадь территории Армении. Насколько это возможно, мы, конечно, не можем утверждать, но, как я отметил, армянская сторона считает, что если Азербайджан это сделает, то это тоже послужит укреплению мирного диалога и снимет напряженность в армянском обществе, которое боится того, что Азербайджан имеет какие-то территориальные претензии на земли Армении. В этом контексте, опять-таки, очень важным было шагом то, что Армения, то есть, на уровне Никола Пашиняна показывает, что не имеет, пока что на словах, но показывает, заявляет его поездка на север Армении, на границу с Азербайджаном, наши села показывают, что да, Армения на уровне ее политического руководства не имеет территориальных претензий к Азербайджану и готова к некоторым шагам, которые снимут напряженность. Мы видели, что встреча проходила неоднозначно, то есть, на встрече премьер-министра с населением этих сел были некоторые напряженные моменты, и тоже надо отметить, что довольно смелый шаг, что видеосъемки с этой встречи были размещены, то есть, армянская сторона пошла и на это, и некоторые высказывания Никола Пашиняна говорят о том, что он понимает сложность ситуации, в отличие от некоторых ура-патриотов, горе-патриотов. И сразу же мы видели, какие проблемы появились у Николы Пашиняна, критика оппозиции, попытки наезда на него в парламенте со стороны сына, экс-министра Роберта Кочаряна, молодого такого, скажем так, ястребенка, а скорее петушонка, по-другому назвать нельзя, потому что просто по аналогии для азербайджанской стороны, образ Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна, и все, что связано с ним, это вражеский образ, поэтому если кто-то обижается из внешних зрителей, для Азербайджана это люди-преступники, и по всей видимости для армянских властей нынешних, они тоже не являются позитивными персонами, а скорее людьми, которые создают проблемы, но при этом не дают никаких рецептов, вариантов решения тех проблем, которые они в течение 30 лет создали для региона. Я имею в виду, что именно Роберт Кочаряна, Серж Саркисян были прямыми акторами и виновниками той оккупации, агрессии против Азербайджана, которая создала сейчас, после освобождения Азербайджана этих территорий, для Армении очень сложную ситуацию. Они являются архитекторами этой проблемы, и несмотря на это, сейчас продолжают нагнетать ситуацию. То есть, создается впечатление, что ни для Роберта Кочаряна, в первую очередь, ни для его окружения, ни для Сержа Саркисяна, никакой цены не имеет безопасности Армении. Пустые разглагольствования и попытка критики Пашиняна, она имеет только одну цель – дестабилизировать ситуацию в Армении, вывести людей на улицы и попытаться свергнуть власть, захватить власть. Вот и все. То есть, даже если гипотетически люди Роберта Кочаряна придут к власти в Армении, они ничего изменить не смогут в той ситуации, которая сейчас на земле, в той новой реальности, которая в нашем регионе и в армяно-азербайджанском конфликте. Именно поэтому, кроме болтологии, они дальше не пойдут. Они не хотят сейчас брать власть и нести ответственность. Для них, для всех, как это ни странно, комфортно, что у власти находится Никол Пашиняна. Что он разгребает в основном то, что они сделали, те проблемы и преступления, которые они совершили в течение 30 лет. Поэтому я не думаю, что эти люди, кроме болтовни, способны на какие-то шаги и горят уж так желанием прийти к власти. Ибо приход к власти Роберта Кочаряна и ему подобных еще больше усложнит армяно-азербайджанские отношения, отдалит мирный договор, более того, создаст дополнительную конфликтность и приведет к еще новому разгрому Армении. Нету в данной конфигурации никаких шансов у Армении, кроме того, что будет новый кровопролитный конфликт. Если это является целью Роберта Кочаряна, то пусть он своего сына, который кукарекает в парламенте, пошлет на позиции боевые, и не только он, но и его окружение. И пусть они покажут, что они готовы воевать, а не только болтать. Ну а возвращаясь к ситуации с нашими селами, это 8 сел, 7 из них в направлении Газарского района на границе с Арменией, одно в направлении Нахчевана, село Кярке. Общая площадь этих сел, она приблизительно равна половине села Башкент, или как его армяне называют Арцвашен, на территории Азербайджана, в Газарбейском районе, которое тоже по итогам армяно-азербайджанского конфликта, оттуда ушло армянское население, оно под контролем Азербайджана. Армянская сторона предлагает, что, мол, вот сейчас 4 села они освобождают в казахском направлении, то есть, которые менее проблемны, а вот остальные 3 села казахского района и плюс Кярки на границе с Нахчеванском направлении, с Арменией, мол, это обсуждается, по мнению армянской стороны, или забывается, то есть, или обсуждается взаимное возвращение площади этих 4 остальных сел, которые затем должны быть возвращены, приблизительно равна площади села Башкент, который на территории Азербайджана, армянского бывшего села, мол, есть одна из версий обсуждения того, что это армянская сторона предлагает обмен 4 на 1, или же забыть, тоже вторая версия, армянская сторона, насколько я понимаю, в мониторе прессу, армянская сторона предлагает забыть, то есть, Азербайджан отказывается от этих 4 сел, 3 казахского, 1 в Нахчеванском направлении, а Армения забывает про Башкент. Но я думаю, что пока рано говорить о том, как будет развиваться ситуация с остальными селами. В любом случае, сейчас то, что предпринял Никол Пашинян, конечно, добавило в копилку мирного договора свою позитивную ноту, и будем надеяться, что эти позитивные ноты будут идти по нарастающей, что и позволит нам за столом мирных переговоров выработать тот самый мирный договор, который станет основой устойчивого мира во всем нашем регионе. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.